Ну что, пойдемте еще раз поговорим с живодерами. Хотя у меня что-то совсем уже интерес пропал к этой миссии, к этому ученому в клетке. Ученый так сидит в клетке. Так, предлагаю принять кардинальные меры. Раз Паттисон намеков не понимает, прекращаем его снабжать продовольствием. Официально мы давно уже его не поддерживаем, но мои сердобольные коллеги подкармливают старика через посредников. Например, через таких сталкеров, как ты. Ага, вот так это я, значит, в прошлый раз его и подкармливал. Точно. Ирония в том, что большую часть этих припасов Паттисон скармливает мутантом. То есть дурак голодает, но продолжает свои идиотские исследования. На коллег я надавлю. Ты, главное, сам ему ничего не носи. Посмотрим, как эта птица запоет через пару дней. Он слаб, он... Да, он слаб, измотан и страдает маразмом. Вместо того, чтобы работать, как другие, мы сломим его рано или поздно. Ясно. Ну вот, если ему сейчас носить консервы, там будет опыт какой-то даваться, что ли. Я не знаю, есть ли смысл. Надо завершить уже. Да и всё, пусть он вылезет уже из-за петли. Так. Патрончики. Эти мне не нужны. А, хвост. Ну-ка, почём хвосты-то? 64,00 рубля. Идись. Нужно золотиться на хвостах. Так. Чего у нас там задаем учёные в клетке? Голод. Ну, в общем, узнать, как дела у него. И потом через несколько дней прийти. И... Хотя, наверное, каждый день, наверное, надо приходить. Ну, пойдёмте. Беседуем с ним. Каждый раз неохота сюда бегать. Только ради того, чтобы поговорить с ним. Может быть, просто можно пропасть на несколько дней. Пойти, я не знаю, например, квесты поделать на вход в пещеру паукана. Блин, быстрее. Потом вернуться, да и всё. Можно, говорю, снабжать его консервами. Бесконечно. Каждый день приносить его. Ну, мне чё-то неохота кормить его. Некогда. Ерундой заниматься. Пусть вылезает. Так, патиссон. Овощ нужна? Нет, хотя коллеги скептически относятся к моей работе. Недавно перестали снабжать едой. Говорят, им сами уже не хватает. Но я-то знаю. Они думают, что голод и жажда вынудят меня выйти отсюда. Ха. Ясно. Так, журнал задания обновлён. Поддержать план живодёрова и не носить патиссону продовольствием. Или можно вот помочь патиссону продержаться, доставимый ящик консервов. Нифига мы не будем ему помогать. Пусть идёт срапа. Ну, я говорю, вот, если будете носить, то там будет какой-то опыт даваться. Как ежедневный квест такой, короче. А если не носить... Вот, кстати, надо не носить. Я... Ему носил раньше. А если не носить, не знаю. Но выйдет он, наверное, и там будет ошиваться. Надо бы вообще на гурман зайти уже. Взять у гурмана квесты. Между делом, который делать. Опыт-то всё равно даётся. Хотя этот опыт фиксен. Надо бы двигаться к пещере паукана. Хотя, впрочем... Пойду-ка я сейчас... Гордый кабанчик. Пойду-ка я на гурман, действительно. Тут пока делать нечего. С лапой пауканом отсюда тащиться. Чтоб очки сделать. Пойду на гурман. Оттуда уже можно будет в пещеру паукана выдвигаться. Потихонечку. Блин, там по горам лазить. С перегрузом. Хотя первую миссию я всё-таки прочитаю. Надо прочитать. Там нужно будет что-то принести. Неохота будет тащиться на пещеру паукана, а потом оттуда сразу же назад. Чтоб купить там, не знаю, бутылочку спирта. Там что-то такое надо будет. Мелочь какую-то. Хотя, скорее всего, там это всё и продают. Раз это нужно по квесту, то можно и там купить. Ну, а можно и сразу с собой взять. Ну, пока что доберусь до гурмана. Так, вон, мишка, бери. Сейчас к нам побежит. Чё-то не хочет. Сейчас ломанётся. Прямо за пригорка выпрыгну. Самое неприятное в мишке, это чахотка. Он как дыхнёт, начинаешь чихать. И ничего сделать не можешь. Куда он убежал? В принципе, он нам не нужен. Сейчас голову неохота его тащить тяжеленько. Ого, скакал. Кто стреляет? Непонятно. Так, пойду-ка я лучше вон там. Давненько уже не ходил. А вообще надо открыть этот сайт бастардов. Хороший сайт. Описание квестов появилось. Почитать, посмотреть, где какие квесты есть. И повыполнять. Чтоб не слепо так Чёрт и чё брать. А именно Примерно уже знать, что там да как. Ну, сейчас я хочу Линейку квестов На вход в эту пещеру сделать. А потом уже чё-нибудь подготовлю. Почитаю, чё-нибудь ещё поделаем. На Гурмане сейчас возьму всё, что надо. Ну, может быть, не на Гурмане, может быть, там... Там, говорю, по-моему, спирт нужен будет. С консервами. Ну, для первой миссии хотя бы затариться надо. И идти. Студни разгуливают. Патронов маловак, так бы можно было бы пострелять с людьми. А мы ещё ни разу же не заходили Вот сюда, на карьер. Можно зайти, посмотреть. Так, тут лешие бегают. Идти осторожнее, когда тут идёте. Вот именно по вот этой ветке, по ЖД, когда идёте, тут лешие. Вон они. Один. И второй ещё должен быть. Мимо них пройти, по-моему, нереально, но сейчас попробуем. Но он нападёт всё равно, мне кажется. Вон, он бежит уже. Так что лучше его убить всё-таки. Да, не надеясь, что он мимо пробежит. Есть ещё второй тут, вроде бы. Ещё бегут так тихо. Не слышно. Пока не нападёт, хрен услышишь. Костюмчик спасает. Да, наверное, он один. Хотя раньше двое было. Второй где-то подальше тусуется. Отдалили его немножко, чтобы сразу вдвоём не нападали. Так, не помню точно. Вроде бы вот сюда. Уже тут миллион лет. Хотя нафиг сюда идём. Покупать всё равно ничего не надо. Так. Сборщик. Ну, этот сборщик, его не буду я пока читать. Короче, ему это много там запчастей нужно на ВСС, на ВАЛ. В итоге, я не знаю, что я там смогу, что-то собирать, что ли, эти стволы. Ну, вот у этого броню можно купить. Чак, сандал, шпинат. Так, у тебя что? У этого на обмен драгун. Драгун. Викинг. Армейский рюкзак. Штанишки. Брониктаж. Штанинтаж. Ух ты, ну-ка. А чё нельзя посмотреть характеристики их? Блин. Так и не поправили эту фигу. Ну, короче, вот тут Мазай и Инглиш со слоником. Так, вот продается оружие у нас. И через свет тоже. СС-ку можно купить у него. Ну, тут она вроде бы дороже, чем на этом, на радиовышке. А, и Деггл ещё. Всё остальное тут так себе. Роградец патронов. У нас место есть ещё на пачечку? Ну, давай, пупи. Сначала следует закончить предыдущее действие. Какое ещё предыдущее действие? Не тупи. Ладно. Ну, в общем, вот так тут. Ничего особенного. Так, чё-то я куда-то не туда пошёл, что ли? Ага. Задумался. Так, сейчас с радиовышки прыгну на рынок. Да. Узнаю, что там нужно для первой миссии. На рынке всё это дело купим. Хотя, не знаю, там, сейчас купишь спирс. Нифига, наверное, не купишь. Ну, посмотрим. И оттуда уже выдвинемся. С той степи к паукану. Паукану на муэли. Тут микроволновка есть. Вот, как я говорил, невидимое. Слышно, но не видно. Поближе нет студии завалить. Паукану на муэли. Туда-то я не дострелю. Ладно, фиг с ним. На них, если формиться, надо что-то второе иметь оружие какое-нибудь. Подальше стреляло, что ли. Подманивать. Хотя бы тот же Дигл, что ли. Да, даже ПМ, наверное, насколько он всё равно... ПМ дальше не обстреляет, чем G. Я тогда сказал на 60, а он на 40 вроде бы как. 45 метров. 45 метров. Даже 60 метров нет. Так что, если пойдёте формиться G-камер, берёте с собой, берите второе оружие, чтобы подманивать. Потому что 45 метров это вообще ни о чём. Давайте хоть одного угнём. Блядь, он сейчас может плеваться начать этой хернёй своей. И посмотри, какой стойкий. 1900. Ну, с дневником было бы, считай, 4000. Неплохо. Меньше, чем за минуту. За квесты столько не за все дают. Которые надо делать больше часа. Узнал я, как отключать этот звук, который тут на Везувии. Пугающий, на который тоже стали где-то правообладатели нашлись на этот звук. Просто надо перезаходить. Вот зашли вы, например, загрузились. Вышли в меню и заново загрузились. И он пропадает. Перезаходом, в общем-то. Не полностью из игры, а именно в меню. И пропадает. А то, да, уже и на этот звук нашлись правообладатели. Там стали засыпать уже в лице ими предъявами. Вот, Madera. А то, да, уже и на этот звук. Поделelim. Да. Да. в этой степи никаких не надо мне делать больше поговорить с гречкиным это кто-то торговец наш но с ним потом да ничего тут нет чтоб тут делать только вот языки надо зеленки на притащить все никак не могу там от винткан от винткана лаборатории то по моему есть 10 штук языку то плохо это что нельзя аптечки тут купить у зеленки на понадобится и интересно бензин это поправит они разработаны не то что поправит он уберут бред это с бензином или хотя бы сделают его более доступным если уж они не считают это бредом бензин раздавать этим проводникам то хотя бы сделать его доступным и уж реально честно как не добыть никто сюда и не прыгает из этого что ли добивались разработчики чтобы никто не ходил никуда сначала приучили что вот прыгать из здоровье потом прикрыли лавочку так чё я туда иду нафиг не надо прыгаем на рынок потом у нас опять сюда только поведет тоже очередная глупость откуда пришел туда и ведет блин на ворон не подадут какие-нибудь правообладатели у ворон не найдутся и вот этот звук шелестящий шуршащий карпани ладно на этом закончим серию летом прочитаю что нужно будет для первой для первого похода чтобы зря не тащиться и продолжим